Ребята, всем привет! Меня зовут Дарья и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Если вам интересна тема люксовой косметики, я думаю, вам стоит подписаться на мой канал и уже сейчас можете поставить лайк этому видео, потому что я никуда не собираюсь. Ради того, чтобы снять видео, оделась и накрасилась, я думаю, что это уже достойно просто вашего лайка. Как видите, передо мной сейчас сайт-пакеты. Это значит, что у нас будет формат распаковки, и в этот раз я вам покажу свои покупки и подарки на день рождения, что мне подарили на 26 лет, муж, родственники, моя мама. В общем, продолжайте смотреть, если вас такое интересует. Кстати, я снимала целый влог с моего дня рождения, как я отмечала. Я ссылочку вам с удовольствием оставлю в описании, посмотрите там. Реально очень интересно. Ребят, ну честно, я решила в этот раз не заниматься садомазом, и в первой части видео я вам покажу одну мою покупку и один мой подарок от мамы, потому что мне, честно, подарили деньги. Я буду покупать на них косметику. Это 100%. Просто я пока еще не доехала до магазина, потому что в этот раз я хочу все сама протестировать. И в следующую часть, в следующую половину этого видео я уже вам покажу все, что я купила. Вот, и сейчас я просто реально, ну не хочу, чтобы это все пока стояло, пока я не доехала до магазина, я не куплю все остальное. Не хочу, чтобы это все затянулось на месяцы, потому что я всем этим уже хочу сейчас пользоваться. И, ну, не хочу я садомаза, так что сейчас я сниму одну часть видео, и вторую часть я, может, снимаю через месяц, потом это все смонтирую, и солью вам все в одно видео. Я думаю, так мне будет проще, я уже смогу всем этим пользоваться, но также я уже сделаю и формат распаковки. Но давайте приступим, наверное, вообще к неожиданной для меня покупке. Это покупка из магазина Пол Ингрир, вот такой пакетик в цвете хаки. Вообще была неожиданная для меня покупка. У меня очень часто, точнее всегда, муж только там покупает себе джинсы, и я зашла туда вообще, ему джинсы смотрела, но в итоге нашла для себя те джинсы, еще и, это была финальная распродажа, и я урвала их с максимальной скидкой. Я купила джинсы, которые я искала всего лишь за... сейчас вам покажу. Смотрите. 900 рублей. Ребята, представляете? Я вообще не знала, что сейчас можно найти что-то по такой цене. Да, без скидки, ценник у них был 3000. Давайте я вам цвет покажу поближе. Это, знаете, такое не насыщенно синий, не такой не ретро синий, но и не голубой, не какой-то сильно светлый. То есть это что-то вот между-между. Прям идеальный оттенок, который я хотела. Тем более, это еще и стопроцентный хлопок. Давайте я вам покажу сейчас сразу их ценник. Я удивилась вообще, что они остались. И, по-моему, я последний даже забрала. В общем, реально, 3000 я купила за 900 рублей. У меня 34 размер. Ну, может, поэтому они и остались, потому что, по-моему, 36 уже не было, либо были. Были. Я померила, они мне большие, мне даже 34 такой, знаете, свободненький. Я вам примерочку где-нибудь тут оставлю, уже при дневном освещении, потому что сейчас дома, наверное, я не буду мерить, хотя кто меня знает. Вообще, давайте я вам покажу, как выглядит. Это, ну, такая высокая посадка, но не сильно высокая. Мне понравилось, как они сели. У них сзади обычные кармашки, аккуратно, на попе сидят так хорошо, достаточно облегающе. Понравилась неожиданная для меня фурнитура. Она хоть и выглядит прям так броско, но симпатично. У меня давно не было серебра. Понравилось, как они сели по ноге. Они, давайте я вам так покажу, они вроде бы прямые, но они немножечко все-таки как расклешенные смотрятся. Красиво. Еще и длина такая прям идеальная для моего роста. У меня он 1,64 метра, параметры 59 у меня талии, 60, ой, 60 бедра говорю, нет, не дай бог. 90 бедра, рост 1,64 метра, вес примерно у меня, ну, наверное, 47 килограмм сейчас. Причем, вот такие джинсы, я прям безумно довольна. И мне, сами понимаете, уже не терпится их носить. Вот так выглядят. Не знаю, тяжело показывать, очень. Вот как показывать такой размер в камеру. В общем, думаю, вы на примерочке все увидели. Я безумно довольна за такую цену урвать, как бы. Теперь давайте я вам покажу свою долгожданную просто хотелку. Я хотела этот парфюм целый год. Смотрите, сделала заказ, как мамка мне подарила денежку. Я сразу сказала, что... Нет, она у меня изначально спросила, что тебе подарить. Я сказала, да, ну, я пока не знаю. Потом сказала, деньги. Потом говорит, может, ты что-то хочешь, давай сейчас купим, закажем. И я посмотрела, вспомнила, я хотела этот парфюм. И я оформила заказ волотом яблоке, потому что я уже его тестила, этот парфюм. Знаете, вначале он мне понравился. Потом я его тестила. И что-то меня смутило в нем, как он раскрылся на мне. Но потом еще пару раз я его пробовала, и мне он все-таки понравился. Просто я парфюмы очень щепетильно выбираю, ведь многие мне не подошли, даже люксовые. Мне пришлось отдать их маме, точнее, только люксовые я покупаю парфюм. И обидно, когда такой дорогой парфюм ты не можешь носить. Поэтому я сейчас больше стараюсь тестить, больше стараюсь пробовать. Даже несколько раз в магазин прихожу, потому что все-таки немножко зависит от настроения, от сезона, даже я не знаю от чего. Как парфюм носится и раскрывается, то есть от всего. Как-то это такая лотерея, вроде он тебе вначале нравится, потому что не понравится. То есть здесь у меня еще даже до сих пор есть некие сомнения. Меня удивило то, в чем привозят теперь. Посмотрите, была непогода, был снег. Посмотрите, как все заклеивается. Давайте я достану уже этот парфюм. И, наверное, уже все поняли, что это за парфюм. Это Герлен Аква Аллегория. У меня граната Сальвия. Я немножечко его распаковала уже, но я его не пробовала, еще не пшикала. То есть вы сейчас увидите, что он новенький. Просто я сразу проверила, не разбит ли флакон, нет ли каких-то там повреждений. Вот, смотрите, упаковка. Все прям в фольге, в такой водонепроницаемой. Все запечатано. Парфюм стоил без скидки 6,770. Достаточно дороговато для туалетной воды, но объем здесь идет 75 миллилитров. Вам поближе покажу. Вот здесь можете прочесть, если вы что-то сможете прочесть. Конечно. Всегда так показываю, и в итоге ничего не видно получается. Я много наслышана о них. Что это такие легенькие компотики, что многим нравится. У некоторых даже есть коллекция. Там действительно огромная линейка с ароматами. Думаю, каждый сможет для себя выбрать. Но мне отозвался именно вот этот аромат. Давайте сейчас я его вскрою. Ноты все вам вставлю где-нибудь здесь, чтобы все было точно. Ну, а теперь можем рвать, в принципе, что я аккуратненьше. Давайте порвем, наконец-то, эту упаковку. Оформление. Вроде, знаете, мне на видео казалось, что оно такое простенькое. Даже в магазине казалось, что оно простенькое. Но на самом деле, посмотрите, как это все нежно и роскошно выглядит. Тут такие соты. На крышечке пчелка. Ребенок. Ну, вот именно сейчас надо поплакать. Ну, не надо плакать. Ну, пожалуйста. Посмотрите, такая водичка. Реально, как компотик выглядит. Здесь, правда, просто наклеили. Ну, знаете, здесь вот не хватает какой-нибудь вот выбитой штуки. И это все, посмотрите, выглядело бы очень даже как нишевая какая-то парфюмерия. Я вот тут себе немножечко выписала. Давайте зачитаю. Я просто не стала именно все заучивать. Тем более, аромат для меня новый. Здесь группа фужерные фруктовые. Честно, я для себя поняла, что я люблю цветочные фруктовые. В основном ароматы. Да? Рыгрик. Вот. Вау, прям пахнет. Прям даже не пшикало, а уже я чувствую аромат. Здесь идут верхние ноты. Черная смородина, лимон и бергамот. Верхние ноты – это те ноты, которые, собственно, первые. И их вы ощущаете раньше всего, но также они быстро улетучиваются. Буквально 15-20 минут, и вы их слышать уже не будете. Далее идут средние ноты – гранат, шалфей, роза и кипарис. Эти ноты, их еще называют ноты сердца, они самые долгие. И базовые ноты – белый мускус, мох и пачуля. Они идут, еще называются шлифовые. Они прям вот самые-самые долгие. Это, по сути, то, чем вы будете пахнуть уже, когда аромат начнет прям выветриваться. Шлиф будет состоять из этих нот. После нанесения проходит 15-20 минут, улетучиваются верхние ноты, и активно вступают ноты сердца, средние ноты, и базовые ноты. Все это между собой переплетается, но базовые ноты все-таки оставляют шлиф. Давайте нанесем, наконец-то. Ой, как мило, посмотрите. Логу Герлен. Я прям слышу бергамот. Такое, что это, знаете, спокойное, уравновешенное. Так, давайте нанесем. Видите, новый, не пользовалась. Одного раза, думаю, достаточно будет распробовать. Сразу слышится бергамот. Сразу. И кислинка. Это у нас что? Это у нас лимон. Черная смородина я не особо слышу. Вот, вот сейчас слышу. Сладость пошла. Вначале бергамот у нас раскрылся. Он более такой обволакивающий. Потом кислинка лимонная. А затем у нас уже... Что у нас? Черная смородина была. Сейчас сладость. Определенно сладость. Очень вкусный. Напоминает мне, знаете, аромат какой-то... Словно я нахожусь в каком-то лесу. Вот, правда, что это такое. Давайте я вернусь через несколько минут. Как раз, когда мы дойдем до нот сердца и... Ну, до шлейфовых нот мы с вами... Шлейфовых. До шлейфовых. Как правильно сказать? До шлейфа, в общем, мы с вами не дойдем, потому что у меня нет столько времени. Хоть это и, знаете, не парфюмерная вода, а туалетная, но все равно концентрация масел эфирных, я думаю, здесь достаточно неплохая, так как парфюм люксовый. И, знаете, я не могу назвать его каким-то компотиком. Вот, правда, что это что-то такое легкое. Учитывая даже, как прям активно вошли вот верхние ноты. Пока сладость. Бергамот уже отошел на заднюю планку, кислинки практически нет. Прям, вот, мне нравится. Мне нравятся даже больше еще ягодные ароматы, даже больше, чем фруктовые. Пока мне вкусно, что будет дальше? Есть, что я, знаете, аромат не слишком простой, но и не слишком сложный. То есть тут такое среднее количество составляющих, в каждой группе в основном по три, получается, наименования. В первой, вернее, три. В средней ноте, в базовой ноте уже по четыре. Немного пробивается роза. Что-то такое вот травяное. Как раз, думаю, шалфей и роза. И гранат. Гранат тоже с кислинкой, также вот кипарис. Сейчас, да, ощущаю кислинку небольшую такую, прям, но вкусную. Не прям такую, знаете, не цитрусовую. Мускуса, я думаю, тут не будет слишком много. Аромат не какой-то, знаете, холодный. Я, в основном, люблю холодный аромат, но этот вот, все-таки он с теплинкой какой-то идет. Ну, вкусный. Странно, раньше я прям сразу чувствовала гранат. Но я, конечно, прям так не разбирала его, не принюхивалась прям так постоянно. Но вообще, желательно, советую вам, чтобы вы подобрали в себе нужный вам правильный подходящий аромат. Так, минут 20. Вот нанесите на кожу, вот минут 20, и вы, мне кажется, вот уже сделаете вывод про этот аромат. Потому что все, что надо, уйдет. Все такое. Верхние ноты, они достаточно вообще быстротечны, их практически потом не ощущают. Смотрите больше на ноты сердца и на шлейфовые ноты. Вот сейчас мне нравится. Достаточно интересный аромат. Мох и пачули. Белый мускус также идут в базовых нотах. То есть все это должно уже начинать смешиваться. У меня, знаете, какая-то ассоциация с природой, с лесом, я не знаю, вот что-то такое, с охотой. Вот почему-то вот такое, какое-то умиротворение, но в то же время, возможно, из-за того, что кислинка, гранат, все-таки дерзкий. Хотя я его сейчас не слышу практически. Но сладость есть. Сладость остается. Очень вкусный аромат, интересный такой. Не навязчивый. Я надеюсь, что он не будет меня душить, потому что некоторые... Я, кстати, сниму отдельное видео про обзор моих ароматов. Подробно их все разберем. Их там будет 6 штук. Как раз его тоже я туда же включу. Уже после того, как попользуюсь, скажу вам свое мнение. Но сейчас мне однозначно нравится. Очень приятный, нежный аромат. Мое первое впечатление про... Что же мне постоянно мешает снимать? Мое первое впечатление о этом аромате, что все в нем прекрасно. Главное, чтобы он мне подошел. Но на первый взгляд он достаточно такой уравновешенный. То есть здесь есть вот такие тонкие грани, но настолько правильно подобраны компоненты, которые создают какой-то, знаете, плавный переход. Они очень нежные, очень женственные, такие притягательные, романтичные. Очень нежно все, знаете, вот перетекает плавно. Мне понравились очень. Главное, чтобы мне подошло. Но я смотрю по составляющим. Все духи у меня разные. Но когда я начала разбирать составы, сейчас подготавливаю для вас огромное просто видео с разборами составов парфюма, вот, то есть прям все глобально. И каково было мое удивление, когда некоторые парфюмы, так какие некоторые, все, у каждого есть что-то общее. Хоть я это не слышу, но как-то, знаете, отчетливо не слышу. Но все-таки вот, как сказать, как-то все-таки это играет роль. Как-то вот на обоняние... В общем, что я хочу сказать. Мне нравятся ароматы с похожим составом. Хоть они и разные, я не знаю, как это работает. Но мне вот нравится.